Всем привет! Молодежная программа «Мы вместе» снова в эфире. И вновь мы будем рассказать вам о самом интересном, что происходит в мире спорта и молодежи. В рубрике «Наши чемпионы» вступим в бой с любовью Лузгиной. Отправим мяч прямиком в баскетбольную корзину. Узнаем, что такое ипотерапия. И попытаемся раскрыть секрет суперскорости Ольги Курбан. Ну что, готовы? Тогда побежали! Про эту спортсменку можно смело сказать. Она всегда с ветром на перегонки. Потому что легкая атлетика для нее не только спорт, но и образ жизни. От старта до финиша вместе с Ольгой Курбан. Эти слова без сомнения можно отнести к легкоатлетке Ольги Курбан. Активистка, спортсменка и просто красавица. И маловажна наша землячка. В ее копилке золотые медали чемпионатов мира, России, победа на универсиаде и участие в Олимпиаде 2008 года в Китае. Мы смотрели с детьми Олимпийские игры в Сидне, в лагере. И загадали, что мы поедем на следующее. Сначала все говорили, что поедут на следующее. Я сказала, что на следующие Олимпийские игры я не поеду, так как мы будем еще маленькие, нам будет 16. А вот в 2008 году нам уже сказали, что это будет Олимпиада в Пекине. Я обязательно попаду. И этой мыслью я жила 8 лет. Я абсолютно не вру. Я действительно холила и лилела. Эта мысль была моя мечта. Разнообразие в жизни спортсмена – вещь относительная. Тренировки, сборы и соревнования. Но наша легкоатлетка успевает все. Показывать хорошие результаты на манеже и отлично совмещать личную жизнь и, собственно, работу. Два года назад у мисс легкой атлетика родился сынишка Гриша. И уже через два месяца она вернулась к тренировкам. Так рано все потому, что не за горами была Олимпиада в Лондоне. Ольга – легкоатлет в многоборье. Семь дисциплин. Подготовка предстояла приличная. В начале июня этого года она едет в Чебоксары на чемпионаты первенства России по многоборью среди молодежи и юниоров. С блестящим успехом вырывает у конкурента серебряную медаль, набрав 6528 очков. Может быть, кто был передо мной, станет ниже на ступень или на 2 или на 5. Может быть, я опущусь ниже. Для меня важно показать свой результат и чуточку добавить. Итак, Ольга Курбан в составе Олимпийской сборной 2012 года. Впереди новая планка и участие в 30-х Олимпийских играх. Россия вперед! Спасибо, Ольге. Идем дальше. Наша следующая героиня тоже может похвастаться своими успехами и достижениями. Причем весьма серьезными. Сгорайте от желания узнать, какими. Тогда не будем медлить. Отнести эту девушку к слабому полу просто невозможно. С бойцовской хваткой она подходит к любому делу. Любовь Лузгина всегда на страже добра и справедливости. Здравия желаю, лейтенант полиции Лузгина. Ваши документы? О, как бы. Нету. Вот так интересно началось наше знакомство с чемпионкой мира по универсальному бою. Любовь Лузгина выбрала для себя путь, перед которым задумался бы и мужчина. В 2010 году она закончила Восточно-Сибирский институт МВД с красным дипломом. Учеба давалась ей легко, ведь воля и усидчивость – ее сильные стороны, которые были приобретены техникум физической культуры. В спорте такие качества зарабатываются потом и кровью. Сначала занималась легкой атлетикой, так как старшая сестра у меня тоже занималась легкой атлетикой. Но не понравилось что-то не так ярко, не так особенно. Универсальный бой – вид спорта, который изначально возник как военно-прикладной. Со временем он стал достаточно популярным не только в силовых структурах различных стран, но и среди спортсменов. Главное отличие – полоса препятствий, в которую входит стрельба из пневматического оружия, метание спортивного ножа, преодоление различных преград. Но все-таки самым главным остается рукопашный бой на ринге, где с виду хрупкая любовь обрела свое внутреннее «я». В окончательном выборе этого спорта ей помог отец. Мы с папой посоветовались, так как-то меня сподвиг к этому виду спорта, и вот я по сей день занимаюсь им. Вот так с легкой папиной руки закружилась спортивная карьера у нашей героини. Постоянные тренировки, сборы и соревнования стали обычным ритмом жизни. И среди этого круговорота любовь успевает не только быть лейтенантом полиции, хорошей женой, но и очень приветливым и добрым человеком. Она всегда готова помочь окружающим, ее людям, всем, чем только сможет. Мы с Наташей тоже не смогли остаться в стороне и решили взять мастер-класс у нашего чемпиона. А сегодня это ваша экипировочка. Рассмотрим самый распространенный бросок. Это бросок через бедро. Захват один за плечо, другой за руку. Вывести соперника из равновесия. И главный заброс. Самая распространенная связка двоечка. То есть передний прямой, задний прямой. С улыбкой на лице и большим энтузиазмом девушки вдоволь попрактиковались в бросках Артема на маты. Но в свое оправдание скажу, что моя соведущая Наташа была столь успешна лишь по одной причине. На ее стороне была шестикратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта. А против таких регалий могут устоять далеко не все мужчины. Все, Наташа. Теперь я знаю, кто здесь ведущий, а кто здесь чемпион. Теперь тебе придется пройти общий курс терапии. Кстати, у меня есть хорошая идея. С детства я любил лошадей, но всегда их боялся. Ну конечно, прежде чем сесть на лошадь, нужно пройти специальную подготовку. Лошадь очень умное животное и всегда чувствует, когда ты ее боишься. Но есть и обратная сторона медали. В мере общения с ней понимаешь, что не только собака может быть другом человека, но и лошадь. О том, когда лошадь не просто лошадь, а друг и исцелитель. В нашем сюжете. Использование лошади в реабилитационной работе с детьми-инвалидами не является ноу-хау. В Иркутском благотворительном фонде Тихомировых 29 лошадок уже давно помогают детям с ограниченными возможностями бороться с недугом. Этот метод лечения называется ипотерапия. Нормальная температура тела лошади выше температуры тела человека на 1-1,5 градуса. Движущие мышцы лошади разогревают и массируют мышцы всадника. Таким образом у всадника начинают работать все группы мышц. Необходимость удерживать равновесие на движущейся лошади дает еще и отличную координацию. Лошадь не видит разницы между здоровым человеком и инвалидом. Ребенок забывает на время о своей болезни, ощущает себя здоровым и сильным. И постепенно становится таковым. Тому есть интересная предыстория. Более полувека назад датскую чемпионку Лис Хартер постигла несчастье. В 20 лет она перенесла тяжелую болезнь и стала инвалидом. Но Лис возобновила тренировки и уже спустя 8 лет стала серебряной чемпионкой на Олимпийских играх. Каждый из наших ребят тоже показательный пример. Евгений Кузминский участник специальной программы по адаптивному конному спорту. Женя отставал в умственном развитии от своих сверстников. И поэтому в 10-летнем возрасте пришел сюда, увидел лошадь и остался. Его судьба круто изменилась. Сейчас он молодой спортсмен, призер российских и международных турниров. На недавних открытых краевых соревнованиях в Красноярске он занял в двух дисциплинах конного спорта первые места. Траектория премия. Вот, отлично, Ань, к валерью. Другим направлением по развитию адаптивного конного спорта является паралимпийская программа. Анна Кокорышкина тоже пришла сюда со всем ребенком. Ее стаж в верховой езде 8 лет. Совсем недавно Анечка выполнила норматив и заслужила первый разряд, что очень ценно для спортсмена с ограниченными возможностями. На самом деле многое. Во-первых, психологическая разгрузка и физическая. То есть, на самом деле это способствует, ну, конкретно в моем случае, может быть, это не так уж и важно, но для других спортсменов очень важно общение с лошадью, как бы общение вот с людьми, с тренерами, со спортсменами другими. Перед тренировкой проводится медосмотр детей, а далее по расписанию занятия с тренером. Ипотерапия – это длительный процесс 4-5 лет. Но в комплексе лечебное воздействие на организм позволит достичь наибольшего эффекта. Этот вид спорта полезен не только детям с ограниченными возможностями. Конный спорт имеет общеукрепляющее действие для всех людей любых возрастов. А наши следующие герои выбрали для себя не менее интересное увлечение. Обычный баскетбол они перенесли на уличную площадку. Этот вид спорта появился в бедных районах американских городов. Тогда для темнокожих парней уличный баскетбол был настоящей путевкой в жизнь. Все они хотели попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. О том, что сегодня значит для молодых людей города Иркутска, стритбол узнаем в рубрике «Эмиран». Переход мяча – игра началась. Когда жара несколько спадает, они выходят на площадку. По договоренности кто-то ответственный за мяч. Среди парней все больше набирает обороты, принесенные ветром с Америки, так называемый стритбол. Перевод понятен – уличный баскетбол. В принципе, в баскетбол играли всегда. С тех самых пор, когда в 1891 году канадский преподаватель Джеймс Несмит придумал для своих учеников новую игру. Ребята бросали мяч в корзину с проломленным дном, которая висела на высоте 10 футов. Это примерно чуть более 3 метров. Высота осталась та же, зато появился баскетбольный щит и кольцо с сеткой. Тогда учитель обычной школы и представить не мог, что игра с мячом за доминирование в воздухе будет собирать в спортивных дворцах тысячи болельщиков. Сегодня классическому баскетболу более 100 лет, а стритбол – сравнительно молодой вид спорта. В него играют друзья по двору и по школе, любители, фанаты и профессиональные спортсмены. В чем же разница, спросите вы, между привычным слуху баскетболом и его уличной производной? В стритболе играется 3 на 3, а в обычном баскетболе 5 на 5. И стритбол более жесткий вид спорта. Там как бы нет судей, игроки сами все решают между собой. Ну и могут возникать различные споры. Несмотря на такие упрощенные условия, стритбол отличается более жестким характером игры. Первая смена играет до 15 очков или 12 минут. За это время нужно успеть показать еще и биртуозное владение мячом и скорость передвижения по площадке. Так сказать, показать превосходство перед соперником. Можно играть в свое удовольствие, показывать все, что ты можешь, показывать, как ты можешь, чему ты научился, играть без тренера и играть на свежем воздухе. Даем установку. Дома находим давно завалявшийся в углу мяч, одеваем свободную одежду, кроссовки и вперед. Показывать красоту и зрелищность. Заодно и сил набираться за лето. Каждый выбирает себе то, что ему нравится. Главное оставаться верным тому, чем живешь. На этом у нас все. Теперь увидимся в июле. Занимайтесь спортом и не болейте. Мы молоды и талантливы, а значит мы вместе.